Привет, друзья мои! Сегодня давайте разберем с вами олимпиадную задачу. Нам нужно найти площадь вот этого вот четырехугольника. Но! Я на рисунке изобразил не все условия. Кроме того, что у нас есть вот этот прямой угол и вот этот прямой угол и две равные стороны, в нем еще проведена высота, которая равна 3. Вот теперь мы имеем с вами полное условие и можем писать вопрос. Найти площадь четырехугольника. Ставьте на паузу, друзья! Пытайтесь решить сами. Ну, а мы сейчас с вами кое-что дорисуем и буквально за несколько минут решим эту, казалось бы, олимпиадную задачу. Итак, я хочу дорисовать прямоугольный треугольник, чтобы у него вот эта вот сторона была гипотенузой. Я это могу сделать вот так вот, а могу сделать вот так вот, продлить вот эту сторону четырехугольника и вот тут вот под прямым углом вот так вот соединить с другой вершиной четырехугольника. Таким образом, вот тут у меня прямой уголочек, вот это катеты, это гипотенуза. Зачем я это сделал? Ну, а для того, что у меня вот тут появляется прямоугольный треугольник, и вот тут у меня есть прямоугольный треугольник, и у этих прямоугольных треугольников равны гипотенузы. Если я сейчас докажу, что у них равны еще и острые углы, то я получу, что эти треугольники равны, а значит равны все их стороны. Ну и в общем мы с вами докажем, что вот эта вот штука это квадрат, и площадь этого квадрата равна площади нашего четырехугольника. Но сначала нам нужно доказать равенство этих треугольников. Ну, давайте смотреть на вот этот вот сначала прямоугольный треугольник. Один угол 90 градусов, значит сумма двух других углов тоже должна быть равна 90 градусам. Так, ну давайте обозначим этот альфа, этот бета. И я пишу, что альфа плюс бета равно 90 градусов. А теперь давайте посмотрим на вот этот вот уголочек. Чему он будет равен? Ну, давайте обозначу его гамм пока что. Итак, гамма равна. Вот этот угол прямой 90 градусов, а этот альфа минус альфа. Но мы же с вами понимаем, что если мы вот отсюда с вами выразим угол бета, то мы с вами получим то же самое 90 минус альфа. А значит бета и гамма равны. И вот тут я могу написать вместо гаммы бета. А теперь смотрим. У нас вот это была высота и вот тут был прямой угол. Значит вот эта сторона и высота параллельны. А так как мы рисовали наш зеленый прямоугольный треугольник по вот этой вот стороне, продолжали катить его, значит наш зеленый катет и синяя высота параллельны. А вот эта гипотенуза является для них секущей. А стало быть вот этот угол и вот этот угол равны как накрест лежащий. Правильно. То есть это тоже уголочек бета. Ну и теперь совсем очевидно становится, что раз это бета, это 90 градусов, то вот этот вот уголочек у нас будет альфа. Ну и давайте поправим. Вот тут у нас две дуги было. Тут тоже у нас две дуги. Ну а тут одна дуга альфа. Итак, что мы с вами имеем? Что вот этот вот прямоугольный треугольник равен вот этому прямоугольному треугольнику по гипотенузе и острому углу. Ну а теперь то, о чем я вам и говорил. Что если мы от нашего четырехугольника отнимем вот этот вот треугольник и потом приклеим его вот сюда, то мы с вами получим что? Квадрат со сторонами 3 и 3. Ну а площадь квадрата-то мы с вами считать умеем. Это 3 в квадрате или 9. Значит, площадь всей нашей вот этой вот фигуры четырехугольника равна 9. Как вам задача, друзья? Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой телеграм. Научитесь решать еще и не такие задачи. Ну а вам от меня спасибо за вашу любовь к геометрии. И пока до новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok